Всем привет! В этом видео расскажу, как применительно к гитаре первоначально настроить звук в секвенсорах или цифровых аудиостанциях Cubase, Reaper и FL Studio, и будем рассматривать версии этих программ только на платформе Windows. После установки секвенсора и не имея опыта работы в нем, многие сталкиваются с проблемой отсутствия звука или большой задержкой между реальным исполнением и тем, что слышно из динамиков или наушников. И мы попробуем решить обе эти проблемы в этом видео. Для начала нужно сказать, что задержка зависит от большого количества параметров, главным из которых является производительность вашего компьютера или ноутбука. И даже если у вас действительно мощный компьютер, совсем от задержки избавиться не получится ни при каких условиях. Задержка есть всегда. Единственное, что можно сделать, это ее минимизировать. Для сокращения задержки нам понадобится скачать специальную систему драйвер, которая называется ASIO. ASIO – это специальный протокол передачи аудиоданных с малой задержкой. Позволяет программно обработать звук в режиме практически реального времени. Давайте скачаем и установим драйвер, а дальше настроим каждый из наших секвенсоров для работы с ним. Итак, универсальный ASIO драйвер называется ASIO for all. Пишется следующим образом. ASIO 4 all. Набираем его в поисковой системе. Первый результат поиска – то, что нам нужно. Заходим. Вот здесь мы видим на различных языках представлены версии драйвера. И здесь перечислены операционные системы, для которых он подходит. Я сам тестировал его на Vista, Windows 7 и Windows 8. Он прекрасно работает. Будем скачивать на русском языке. Нажимаем, скачиваем. И сразу же устанавливаем. Нажимаем далее. Принимаем условия. Далее, далее. По умолчанию папка установки и устанавливаем. Все, установка завершена. Теперь по очереди будем открывать наши секвенсоры и настраивать драйвер непосредственно там. В описании под видео вы можете быстро перейти к нужному вам секвенсору, кликнув на соответствующее время. Сначала настроим звук в кубейсе. Запускаем программу. Создаем новый проект. Так, это закрываем. Так, здесь нам нужно зайти... Сейчас, секунду. Здесь мы заходим в Devices. Devices Setup в нижнем. Здесь вот у нас представлены все наши аудиоустройства. Я использую Focusrite Scarlett Solo второго поколения обычно. Но в качестве демонстрации мы сейчас все применим к ASIO for all. Вот наш драйвер. Выбираем его. Значит, применяем. И сразу видим, как изменилась задержка. Смотрите еще раз, если не заметили, насколько она изменилась. Вот это наш основной экран драйвера. Значит, здесь представлены все устройства на компьютере. Для настройки нужно определиться с вашими входами и выходами на компьютере, выбрав соответствующие зеленые значки рядом с теми входами и выходами, которые вы будете использовать. Например, у меня на задней панели микрофонный вход, линейный вход и выход. Соответственно, на передней панели у меня только стереовыход. Соответственно, мы имеем четыре устройства. Сколько устройств входов и выходов у вас, я не знаю, но постарайтесь определиться. То есть, иногда отдельно подписано микрофонный вход на передней панели, стереовыход на задней панели и так далее и тому подобное. В общем, определитесь с тем, куда вы подсоединяете свои динамики или наушники, а также куда вы будете подсоединять свою гитару. В зависимости от этого и выбирайте зеленые значки. В принципе, всего вам понадобится два устройства. Одно на вход и одно на выход. Я подключаю гитару в синий разъем, он же линейный вход, а наушники подключаю в соседний зеленый разъем. Остальные настройки оставляем неизменными, только обратите внимание на вот этот ползанок размер буфера в нижней левой части. Если у вас звук издается с искажениями, то попробуйте его подвигать, посмотреть в различных положениях. Скорее всего, вы найдете то положение, в котором звук будет нормальным. Чем меньше размер буфера, тем меньше задержка, но возможно появление посторонних шумов, щелчков, скрежет и так далее. В таком случае увеличьте размер буфера. Ну, в принципе, драйвер закрываем. Нажимаем ОК. Заходим еще раз в Devices, VST Connections. И здесь указываем наши входы и выходы. Вход первый, вход второй. И выходы, соответственно, первый и второй еще раз подтверждаем, на всякий случай. Такие настройки получились. Больше ничего не делаем, выходим отсюда. Вот теперь давайте попробуем что-нибудь записать. Вот у нас звук уже есть. Немного неудобно сидеть грифом к экрану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КАРЁКИн Корректор А.Егорова КАРЁКИ so.... Ан nemога? С ним позже, Jord? Теперь мой соедини BLUE. Ну и попробуем что-нибудь записать для наглядности. Все, мы настроили устройство, гитару можно записывать Следующим секвенсором, который мы настроим, это будет Cocos Reaper. Запускаем его. Так вот, он у нас открылся. Значит, заходим в Options, Preferences, вот здесь интересует Audio Device, выбираем аудиосистему ASIO, скорее всего у вас будет либо WaveOut, либо DirectSound, выбирайте ASIO. Вот, здесь у меня опять Focusrite, но мы рассматриваем сейчас только ASIO for all. Соответственно, вызываем его, здесь все выскакивает автоматически. Проверим эти автоматические настройки. Здесь все то же самое, что у нас было в Cubase, здесь мы ничего менять не будем. Оставляем как есть. Проверьте, чтобы у вас были такие же настройки, как в Cubase. Нажимаем ОК. Добавляем новый трек. Здесь нажимаем запись и мониторинг. Вот у нас звук уже появился. Можем выбрать какой-нибудь плагин. Выберем Guitar Rig, поиграем немножко в Guitar Rig и посмотрим, звучит, не звучит. Субтитры создавал DimaTorzok. Так, ну звук есть и значит настройка в Reaper мы тоже выполнили. Последним секвенсором, где мы настроим ASIO for all будет FL Studio. Запускаем программу. Так, в верхнем меню заходим в Options, Audio Settings. Здесь в Device выбираем опять ASIO for all, выходим из этого меню, заходим вот в эту панель, а, прежде проверим драйверы ASIO, здесь у нас такие же настройки, как в Cubase и в Reaper, закрываем, заходим вот в эту панель, здесь выбираем наше аудио устройство, звука сейчас не должно быть, вот добавляем и теперь звук должен появиться, да, вот он есть, отлично, отлично. Теперь можно попробовать добавить AmpliTube, посмотреть будут ли работать плагины, плагин загружен, выберем какой-нибудь пресет, попробуем сыграть и записать небольшой кусочек. да, все работает, другой пресет, ну и так далее, в общем. Ну и теперь небольшая запись, пару нот. В принципе на этом все, воспроизведем то, что сейчас записали, то есть, ну в принципе все. Подведем итог, мы установили ASIO драйвер и настроили его в секвенсорах Cubase, Reaper и FL Studio. Тем самым решили поставленные в начале этого видео задачи. Надеюсь это видео было вам полезным, ставьте лайк, если это так. Всем спасибо за просмотр и пока.